Привет! Ты в курсе, что некоторые муравьи могут отращивать себе мозг? А может, ты знаешь, для чего на баскетбольных мячах черные полоски? Если нет, то не волнуйся! Сегодня мы расскажем тебе про кучу впечатляющих фактов, так что ты заметно расширишь свой кругозор. Поехали! Мяч для гольфа Стоит только сказать эти слова, и ты сразу представишь белый шарик, покрытый маленькими вмятинами. Но почему он имеет такую особенную форму? Просто устоявшийся дизайн? Нет, все дело в сопротивлении воздуха. В полете позади гладкого мяча образуется зона пониженного давления, которая тормозит его. А вот как выглядит полет шарика с вмятинами. Он оставляет за собой меньше разряженного воздуха и двигается быстрее. Жаль, что это не работает с машинами. Губной желобок Ты когда-нибудь задумывался, откуда у нас эта странная ямочка под носом? Чтобы понять это, давай взглянем на развитие эмбриона. Наше лицо в прямом смысле складывается как пазл, а губной желобок – это место, где с двух сторон соединяются ткани лица. Кажется, одной тайной нашего организма только что стало меньше. Кошачий язык Ты наверняка замечал, кошачье облизывание больше похоже на прикосновение наждачной бумагой. Дело в том, что язык у этих животных не совсем обычный. Его поверхность напоминает елку с множеством иголок. Каждая эта иголка сделана из того же материала, что и человеческие ногти. Представь, что тебя царапают тысячи маленьких ногтей. Вот как-то так кошки и облизываются. Зато такой необычный язык помогает им лучше вычищать свою шерсть и всегда оставаться чистыми. Кстати, о питомцах. Оказывается, кошки и собаки пьют воду по-разному. Ученые выяснили это совсем недавно. Собаки превращают свой гибкий язык в подобие ковша и зачерпывают им жидкость. А кошки, ну ты знаешь, они не очень любят воду. На самом деле здесь им тоже помогает странный язык. Они просто опускают его поглубже в миску, а остальное делают уже знакомые нам иголочки. Хорошо, что у людей для всего этого есть удобные кружки. Тестирование смартфона. Корпорация Samsung очень тщательно проверяет свою продукцию. Они испытывают ее в самых суровых погодных условиях и даже бросают с огромной высоты. А как понять, сможет ли телефон выдержать вес человека? Конечно же, изобрести специальную установку. Мы не шутим. У них действительно есть робот в форме ягодиц, который плавно садится на экран телефона. А заодно инженеры проверяют, среагирует ли экран на случайное прикосновение. Кабаны и фрукты. Кого можно считать главными грязнулями в животном мире? Уж точно не свиней и кабанов, как это обычно происходит. Ведь даже маленькие поросята моют яблоки перед тем, как съесть их. Посмотри. Ну что, мы тебя убедили? Сомневаемся, что многие животные заботятся о чистоте еды. Необычное поведение кабанов заметили сотрудники зоопарка в Швейцарии. В ходе эксперимента выяснилось, что даже изрядно голодные кабаны моют фрукты от песка и грязи. Кажется, теперь мы должны извиниться перед ними за несправедливое отношение. Теннисные мячи Уимблдон – самый крупный теннисный турнир, поэтому к его организации подходят серьезно. Даже мячи здесь особенные. Их хранят строго при температуре 20 градусов Цельсия и меняют каждые семь игр. Минуточку. Но зачем мячам строгий температурный режим? Они же не растают. Оказывается, внутри теннисного мяча находится специальный газ. Если он слишком сильно нагреется, то станет легче, и снаряд начнет слишком быстро отскакивать. Что ж, теперь ты знаешь, как обойти своего соперника по корту. Просто подогрей мяч в микроволновке. Укус коровы Если когда-нибудь тебе говорили «не подходи к корове, она тебя укусит», знай – тебя обманывали. На самом деле эти милые создания в принципе не могут укусить человека. Причина простая – у коров нет верхних зубов. Максимум, на что они способны – прижать твой палец к небу. Взгляни сам. Согласны, зрелище не самое приятное, но зато теперь ты больше знаешь о тех, кто производит молоко для твоего капучино. Баскетбольный мяч Когда-нибудь задумывался, для чего на баскетбольном мяче эти странные черные полосы? Нет, они совсем не для красоты. Сейчас эта девушка все объяснит. Черная резина разделяет поверхность мяча на 8 секций и создает в ней небольшие углубления. Они-то и помогают баскетболистам лучше удерживать мяч на больших скоростях и быстро менять траекторию его движения. В общем, если бы не эти черные полоски, то не видать бы нам сумасшедших финтов и эпичных слэм-данков. Сахарная вата А теперь вопрос всем сладкоежкам. Как готовят сладкую вату? Окей, мы ответим за вас. Сначала нужно купить вот такую машину, засыпать в нее сахар и включить. Она начнет вращаться и одновременно плавить сахар, который на открытом воздухе моментально превратится в тончайшую паутину. Но самое интересное в этом процессе то, что придумавший его парень был дантистом. Видимо, так он решил увеличить количество своих постоянных клиентов. Тайна лосей Все это время лоси кое-что скрывали от нас. Оказывается, они тоже любят дайвинг. Смотри. Не думай, что этот парень сбежал из цирка. Дикие лоси просто обожают плавать и могут проводить в воде до нескольких часов. Они задерживают дыхание на полторы минуты и способны нырнуть на пять метров в глубину, собирая вкусные водоросли. Запомни, если за тобой гонится разъяренный лось, можешь не пытаться укрыться от него в озере. Кошачья аллергия Аллергия на кошек – это ужасно. Но есть кое-что похуже. Это когда у кошки аллергия на хозяина. Да, такое тоже бывает. Будь здоров, малыш. С аллергией твой питомец не будет чихать, зато может очень сильно расчесать себе шерсть. Поэтому, если заметил за своим питомцем что-то странное, не снимай его на видео, а лучше скорее веди к ветеринару. Умные зебры Итак, у нас хорошие новости. Тайна черно-белых полосок наконец-то раскрыта. Нет, они не нужны для терморегуляции или камуфляжа. Все куда интереснее. Своим необычным окрасом зебры неплохо отпугивают мух. В ходе экспериментов ученые выяснили, по какой-то причине насекомые просто не могут сесть на болосатую поверхность. Они либо врезаются в нее, либо пролетают мимо. Так что зебрам не страшны переносчики инфекции ЦЦ и другие летающие гады. Эмбрионы акул Голливудские фильмы показывают акул страшными и кровожадными. Что же, возможно, они не так далеки от истины. Оказывается, пока самка песчаной акулы вынашивает детенышей, они пожирают друг друга прямо в утробе. Изначально образуется несколько крупных групп эмбрионов, и в каждой из них происходит кровавая борьба. Только вдумайся, из нескольких десятков зародышей на свет обычно появляются только двое. Неудивительно, что после такого тяжелого детства акулы нападают на всех подряд. Дальние родственники Любишь коал? У нас для тебя хорошие новости. Эти милые животные имеются людьми больше общего, чем ты мог считать. Представь себе, их отпечатки пальцев практически идентичны человеческим. Да, может, на лапах у коал есть когти и довольно много волос, но разницу в отпечатках сможет, пожалуй, определить только опытный детектив. Будем надеяться, что преступники не будут использовать эту информацию в личных целях. Третье веко Взгляни на этого страуса. Согласись, смотрится довольно крипово. Но перед тобой не результат какой-нибудь странной мутации. Эта штука называется мигательной перепонкой или третьим веком. Она существует у многих животных. Домашних котов, белых медведей или вот диких орлов. Перепонка дополнительно защищает глаз от пыли и увлажняет его, так что этим ребятам не понадобятся капли, если они будут долго сидеть за компьютером. Дружелюбные медведи. Эти медвежата ведут себя очень дружелюбно с этим мужчиной. Даже слишком. Причина такого отношения заключается далеко не в душевной доброте животного. Молодые медведи подвержены очень странной инфекции, передающейся клещами. Она вызывает воспаление мозга и заставляет не бояться людей. Из-за нее грозные хищники становятся похожи на домашних собак. К сожалению, такие особи не могут выжить в дикой природе. Поэтому их забирают в зоопарке. Как вот этого гризли. Работа в паре. Вот интересный факт, который ты никогда бы не заметил сам. Наши ноздри работают по очереди. Пока ты смотришь этот ролик, одна из твоих ноздрей выполняет 90% всей работы, а вторая только немного помогает ей. Поэтому, когда ты болеешь, твой нос закладывает то с одной, то с другой стороны. Сам механизм же нужен, чтобы мы лучше чувствовали запахи, а рецепторы не нагружались слишком. В общем, нос – умная штука. Муравьиные превращения Пусть тебя не смущает внешний вид этих муравьев. Их покрасили, чтобы следить за изменениями в иерархии. Индийские прыгающие муравьи могут произвольно уменьшать или увеличивать свой мозг. Это происходит, когда старая матка погибает или другие муравьи решают ее сместить. Тогда муравьи-самцы выбирают нового правителя, который автоматически уменьшит свой мозг и будет выполнять функции королевы. А смещенная матка снова превратится в обычного муравья, и вещества в ее голове прибавятся. Вот так закулисные игры. Солнечный рефлекс Если у тебя сейчас солнечный день, на секунду выгляни в окно. Ну что, захотелось чихнуть? Если да, ты не одинок. Эта девушка вообще решила сделать подборку чиханий. Кажется, у нее это происходит слишком часто. По оценкам ученых, около 35% населения Земли страдает от солнечного чихания. Не то, чтобы им нужно было лекарство, но ведь хочется выяснить причину такой странной реакции. Что ж, наиболее распространенная научная гипотеза гласит, всему виной тройничный нерв, соединяющий глаза и нос и реагирующий на оптическое раздражение. Вращение вентилятора Замечал, что потолочный вентилятор может крутиться в разные стороны, по часовой стрелке и против? Наверняка теперь тебе хочется узнать, в чем разница. Здесь работает такой физический механизм. Когда вентилятор крутится против часовой, потоки воздуха идут наверх и наоборот. Поэтому зимой лучше, чтобы лопасти крутились по часовой. Тогда горячий воздух будет равномерно распределяться по всей комнате. Гениальное изобретение! Как считаешь? Компьютерные заставки Помнишь старые версии Windows, где во время бездействия компьютера на мониторе появлялись абстрактные узоры? А ты знаешь реальное назначение этих заставок? За ними, конечно, было интересно наблюдать, но дело не в этом. Раньше они защищали от выгорания ламповые мониторы, те самые пузатые квадратные коробки с плохим разрешением. Не переживай, нынешние экраны не обесцвечиваются, так что тебе не обязательно ставить на заставку летающие квадраты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова